всем привет дорогие зрители моего канала меня зовут павел мы продолжаем прохождение игры secrets files tungus к предыдущей серии мы играли за нину и у нас произошла железнодорожная катастрофа собственно говоря всех пострадавших с этой железнодорожной катастрофы отправили в больницу ну или госпиталь так как видите сейчас мы играем за макса судя по всему это я так понимаю временный главный герой за место нины так сейчас мы находимся в какой-то глуши где расположена сама больница вот собственно находится это задний вход так давайте продолжать так предыдущей серии мы нашли вот ящики мусорным медицинский зажим так и как мы помним здесь была у нас к это тень что-то отбрасывает эти тени и это что-то очень очень близко так отбрасывать тени так у нас здесь источник света лампа давайте посмотрим в лампе спрятан ключ необычное место для тайника но лучше чем класть ключ под коврик ну да логично так давайте попробуем достать ключ сильно нагрелся от лампы не очень хочется хватать его голыми руками ладно давайте попробуем выговорить его зажимом вот так то будет лучше так но получилось так и судя по всему ключ у нас от этой двери подходит на так ходим внутрь собственно говоря мы здесь тайком пробрались так что если нас поймают в лучшем случае выпишут люлей и так прямо в логово льва надеюсь в погребе никого нет хорошо сказал так это у нас подсобка так здесь у нас кита архивы здесь у нас бутылки с лекарствами здесь огромное количество химикатов и лекарственных препаратов ну да судя по всему у нас здесь какая-то кладовка и судя по всему если лекарь лекарства должны храниться по идее в холодильнике так у нас здесь судя по всему еще по совместительству холодильник ну как видите здесь куча всяких лекарств химикатов что здесь делают архивы непонятно давайте посмотрим здесь хранятся все истории болезней отсортированные по алфавиту может я смогу выяснить что они сделали с ниной к газ кай камнины нет стоп олег говорил что она будет путешествовать под другим именем кажется на п пер перкова так давай-ка посмотрим вы пол пер перес 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 мануэль разве не он был в тунгусской экспедиции с отцом нины и здесь он тоже был очень интересно надо взглянуть что здесь если мои скудные медицинские познания меня не подводят здесь говорится о серьезных поведенческих и психологических отклонениях у переса явно наблюдались симптомы не характерные не для одной известной болезни но это было много лет назад и за такое время исследования должны были похоже они пытались больше узнать о его болезни проводя над ним опыты ужас через черепную коробку без анестезии какой кошмар электрошок смирительная рубашка шоковая терапия просто отчет о средневековых пытках и после всего этого бедняги удалось выжить пару недель назад по просьбе некой доктора николь шарлеруа его отправили на родину в небольшой городок сан-кристобаль западный пригород гаваны видимо он так отчаянно сопротивлялся что ему ввели двойную дозу фен фенил циклидин пиперидина кажется это средство уже давно запрещено странно перес провел здесь почти 30 лет и вдруг его перевозят на кубу вскоре после этого исчезает отец мины было бы удивительно не окажись эти события связаны между собой но как всего-то нажал один раз один предмет а он тут целую речь высказал так ладно судя по всему наш мануэль перес сейчас находится как я понимаю на кубе гавана столица кубы так ладно отправимся нам судя по всему придется отправиться на карибы как я понимаю ближайшем будущем так ладно судя по всему тот наш товарищ с кубы умом тронулся хорошо ему и лоботами как макс сейчас сказал сделали электрошоком его лечили химикатами травили кстати говоря химикат и он с трудом выговорил название химиката при этом сам помнить что такой препарат запрещен употребление интересно логика конечно хромает у этой игры ну да ладно так что у нас еще здесь есть карманный вентилятор ребят вы издеваетесь честно говоря мне это просто смешно мне тоже особенно от названия карманы вентилятора я не знаю кто даже виновата локализаторы или разработчики надо будет попробовать деньги английскую версию откопать это игры попытаться проверить что да как так берем будет нам карманы продувать честно говоря мне будем карманы себе освежать воздухом циркуляция воздуха так ладно что у нас диктофон давайте возьмем или послушаем диктофон возможно здесь что-нибудь говорится они не пациент 1835 тяжелые психологические нарушения настоящий момент находится в коме во время обследования у пациента были выявлены следующие симптомы оптические и слуховые галлюцинации мышечные судороги и отсутствие самоконтроля у пациента также отмечены психогенные реакции наблюдается временная амнезия частичный паралич мышц лица перед глазами видят пятна повреждение височных долей большого мозга вызваны внешними воздействиями наблюдается перелом кисти правой руки множественные ушибы и гематомы в области рук и головы помимо внешних повреждений у пациента наблюдаются те же симптомы что и у других пациентов отчет необходимо закончить как можно скорее и факсом отправить в москву черт батарейки садятся это ужасно и что значит что и у других пациентов неужели все эти проблемы с психикой и поведением возникли у многих если да что послужило их причиной надо рассказать об этом мнении потому что что-то здесь не так не знаю что именно но мне это очень не нравится очень выскажу предположение что судя по всему речь шла возможно опересе собственно ему там делали лоботамию все прочее хотя хотя с другой стороны там упоминал что у многих пациентов значит это говорилось про кого-то есть под из наверно поступивших пациентов с того поезда так что же это за проекта такой тунгуска хорошо не там исследовали ты бутылки давайте возьмем если не ошибаюсь в одном из этих флаконов содержится средство которое вкололи пересу что находится в остальных мне все еще неизвестно она статик на хрена нам анестетик фенилциклидин пеперидин или сокращенно fcp именно это вещество вводили бедняги пересу прям как сцп ладно так что еще кресло коляска наверное она сломана поэтому просто стоит здесь так мы как говорится попали в больницу игра у нас такая немножко мистическая знаете что мне почему-то вспоминается сайлент хилл и подобные игры всегда вот когда в играх я вижу госпиталь мне почему-то кажется что там какие-то опыты над людьми делаю честно сейчас зайдем наверно там все по колено в кровище нет так давайте зайдем так кто-то там ходит коридоре ладно поехали это чё так это при подобных условиях все больницы будут вынуждены закрыться по крайней мере я на это надеюсь а то есть я не смущает да там шоу раскиданы кровавые ошметки ваты чего на крайне написано дефект кэси перевели лет не переводили так ладно что тут у нас еще есть интересного кровавленная простыня не имею ни малейшего желания выяснять кто или что лежит там снизу и откуда здесь все эти пятна хорошо что это точно не ни на человек это или зверек он слишком маленький может ее разрезали на части ты даже посмотреть не хочешь в принципе логично о аммиак так яд зачем нам нет аммиак понятия не имею для чего они его используют возможно вместо нюхательные соли чтобы привести человека в сознание погоди а аммиак это же разве по-моему это ядовитая вещество то нет возьмем нет видимо не хотим превращаться в гестаповского доктора ладно блин офигеть ты так входишь это кровавая простыня я не знаю как то он даже так слишком спокойно на это отреагировал не за я бы испугался снял вместе ведро с кровью ведро полное крови ну да кажется меня сейчас вырвет были на слушать что тут вообще творилось то что за дурдом так стетоскоп мой врач всегда использует такую штуковину чтобы послушать как хрипят мои легкие еще заядлый курильщик что ли зачем нам статоскоп нет 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 так опять нет так странно что-то у нас тут непонятно какие-то дела творятся шприц интересно что внутри шприц вроде не использованный но игла открыта возьмем надо быть очень осторожным чтобы случайно не дотронуться до иглы ну да это же офигеть если использованы о скальпель похоже он совсем новый он так а это у нас судя по всему чё за стульчик столик то это у нас были замеровочные что ли как морги а ну теперь ну ка бога где-то это офигеть это целая ванночка вот этой крови были на ведро крови тут целого на крови нашу что будешь делать еще этот кран не работает ладно ну блин давайте отвернемся то сейчас его стошнит так кровавые ошметки мы посмотреть не можем снимки с черепом вроде все в порядке но вот легкие вряд ли человек может жить с такими легкими что там не так блин конечно плохо видно но мне кажется вряд ли там уж все так плохо или может быть это континент жертва той железнодорожной катастрофы может быть тогда понятно почему здесь все в кровище хотя не знаю так что еще так но судя по всему все посмотрели руки помыть не хочешь шприцы хватал аммиак и все прочее ну как хочешь пойдем я слышу голоса пока я не узнаю что ждет меня за этой дверью я к ней не прикоснусь пугливый то сейчас скальпель есть вы выскакиваешь из-за двери за скальпелем в руке во вторую руку не знаю шприц с анестетиком ну-ка а смотри как с этим можем прежде чем я пойму что намерен с этим делать я ни за что не стану совать туда отраву мысль о том чтобы бродить повсюду с открытым шприцем меня и так не очень радует да ладно шприц в левую руку скальпель вправо и вперед вся больница твоя фильм бела будет отдыхать по сравнению с тобой так ответил зайти боишься бои голоса ты там слышал да так старый дедовский способ во всех играх стытоскопом мы что то послушаем давай ничего не могу с этим поделать но ты много теряешь игра просто отличная жалко только что спутниковая тарелка такая чувствительная постоянно ее настраиваю надеюсь сегодня такого ветра не будет а то вчера вообще ничего не было видно не забудь об этом скажи спасибо что девчонка мирно спит и не буять а еще три дня в этой яме и нашим докторам найдется чем заняться не это лучше оставайся там здесь никого нет но если вдруг кто появится снова начнутся крики что нельзя покидать свой пост и все такое не волнуйся главный врач даже не заметит что я больше трачу времени на теле чем на обходы я слежу за входом я обязательно его замечу если конечно не проползет через подвал а договорились до скорого и кончая охотиться на крыс доктор до сих пор пыхтит из-за полевых отверстий сырая комнаты где-то на верхних этажах по крайней мере я знаю где держит нину одна маленькая проблема там как минимум два охранника я должен как-то связаться с ниной может у нее есть идеи как от них избавиться охранник занят смотрит футбол и все-таки мне лучше в комнату не соваться если оглянет я труп ну ладно так что у нас вообще здесь есть клин клин не дает двери закрыться мне не стоит туда ходить если меня заметит охранник у меня будут очень большие проблемы а кстати говоря он у нас еще и вооруженный пристрелит ненароком потом будет задавать вопросы кто такой тяжелая дверь открывается только с одной стороны ну ладно мне не стоит туда ходить если меня ладно ладно так судя по всему возвращаемся у нас там проще говоря вооруженная охрана два человека как минимум причем если они по крысам стреляют то по людям наверно будут тем более если от большой скуки им хочется пострелять то у нас здесь налицо явно проникновение в больницу чем военный госпиталь как я понимаю ну и судя по всему им будет в радость пристрелить кого-нибудь давайте не будем рисковать так что же дальше-то делать я так он там что-то говорил к тигре про спутнику тарелку давайте куча не сделаем ой твою мать эту проклятую тарелку снова придется настраивать а то есть ты сейчас уйдешь заборов прям я успел убежать ладно я думаю у нас будет минут минуты две-три похоже он уже поправил спутниковую тарелку ага футбол хоть я и не люблю футбол я бы я бы все отдал чтобы сидеть у себя на диване с ним и нет пусть это будет не футбол ну ты короче парниша романтик как я смотрю ладно судя по всему это наша тактика не помогла не самая но зачем нам скальпелем и и работать надо они телевизор смотреть такой приговор и так кабель ой твою мать эту проклятую тарелку ладно мы это уже слышали охранник отчаянно пытается настроить спутниковую тарелку они все без толку ладно так приговор вынес и скальпион ну макс тоже конечно своими приколами либо это прямой эфир из антарктиды либо спутник ладно ладно сами сломали сами спрашиваем что это такое так что у нас здесь низко мне не стоит туда ходить если меня заметит охранник у меня будут очень большие проблемы так погоди у нас здесь провод идет сюда а он разве не сюда вышел или а то есть он вот там тяжелая дверь открывается только с одной стороны у нас она клином подпирается если я запру там охранника некоторое время он будет недоумевать что происходит но через пару минут обязательно поднимет тревогу что что-то еще с тобой делать мне не стоит интересно давайте еще раз на улицу выйдем что-то я думал все сейчас получится видимо видимо не все так просто ладно хорошо хорошо не думаю ладно нет нет если я нападу на охранника он все равно сумеет выбежать из комнаты и поднять тревогу так рисковать нельзя ну ты попробуй как черепашка ниндзя попрыгать не хочешь как хочешь дело в твоем так ее сотовый вы не похоже на так вы позвонили бы сейчас на диспетчерскую может быть это он кстати у телефона был нет так либо человека ладно есть ничего эти шприц кровью заполним подбросим охранник скажем кололся гад или нет нет клин не дает 2 если я запру там охранника некоторое время он будет недоумевать что происходит но через пару минут надо что-то придумать как бы избавить хороший вопрос мне не стоит так что-то тут видимо я что-то пропустил давайте еще раз пройдемся здесь ничего здесь здесь огромное количество наверное оно ладно тут у нас батарейки сели есть у нас я не смог найти дело ладно хорошо использованы миш наш колес пока нет не хочет нет 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 Нет. Вот нахрена нам карманный вентилятор? Не да, может клин ему выбить? Выбить не хочет? Не хочет? И так не хочет. А, ладно. Да блин, ну что? Ее сот... Может быть на тебе что-то применить надо? Во, блин, пиксель-хантинг-то, а? Так, извиняюсь. Смазка пришла. Ведро преподобных не имеют. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Лампа... Лампа... Нет. Не хочет. Не хочет. Смотри-ка. Интересно. Че мы сейчас услышим? Слышу очень громкий храп. И стоны что-то насчет поезда, взрывов и папы. Но... Постойте-ка минутку. Это же голос Нины. Похоже, труба ведет в камеру, где ее держат. Нина! Эй, проснись, Нина! Нет, черт. Ну и крепко же она спит. Она меня просто не слышит. Постучим по трубе? Нина находится там, куда ведет эта труба. Ну ладно. Ее сот... Еще раз. Нина! Бесполезно. Должно быть, ей ввели транквилизатор. Если буду... Ну как хочешь. Даже не знаю, что делать-то. Нет. 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 Ну-ка, погоди-ка. У нас здесь точно больше ничего нет? Нет. Ничего. Ладно. Давайте будем делать нелогические вещи. Когда-нибудь это нас к чему-нибудь приведет. Наверняка. Так, здесь уже все попробовали? Или нет? Здесь огромное количество... Нет. Хочешь? 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 Я даже не знаю. Давайте пока завершим на этом нашу серию. В следующий раз продолжим. Наверное, я все-таки гляну. Может быть, прохождение этой игры или у кого-нибудь спрошу. Что дальше делать? Блин. Ой. Головоломки. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Всего хорошего. Ставьте оценки к видео. Подписывайтесь на канал, если вам нравится. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok